привет привет дорогие друзья из петрозаводска с вами канал алекс микс это видеоблог разговор на прогулке дома я так торопилась с вами связаться что опять подключила петличку записала часть разговора только потом его не вспомнил поэтому я сейчас записываю его еще раз это вот так вот поступают ученики переделывают делают работу над ошибкой вот также это то что напоминаю что я еще хочу быть видеоблогером ну во первых я хотела бы сказать что кто следит за моими видеоблогами вы знаете что первые у меня были очень длинные я записывал прогулку потом сразу же делала ты они получали все очень длинные поэтому я поняла что это смотреть все-таки тяжело тем более в основном я куля как в одной определенной локации и поэтому я решила сделать покороче солнышко сегодня поэтому я стал опаздывать сегодня теперь я компоную иногда несколько дней или с опозданием вчера я разместила например объединила несколько блогов вернее несколько видео где я предрекала что у нас все зацвелось будет похолодание действительно так и случилось у нас пошли ливни но вот сегодня небольшой перерыв сегодня солнышко тепло и даже не ожидал что тут так комфортно поэтому я вышла ненадолго только в аптеку а тут оказывается очень приятно погулять решила с вами тоже побеседовать а завтра уже обещает опять дождей потом неизвестно что еще будет что у нас происходит плане творчество мой канал пополняется вы знаете что идет тематические видео последние ролики это у меня был женщина пустью рожденные ну понятно что все таки еще раз напомню что я не историк эти ролики не несут образовательный какой-то контент на это в основном мое такое видение как да потому что я такой человек который я вообще воспринимаю информацию влюблю картинками меня на зрительное восприятие поэтому я чтобы как-то настроиться я посмотрела небольшие ролики по поводу женщин именно руси древней руси ну все что там представлено меня это конечно там есть картины представление художников 19 века о том как выглядела женщина древней руси на самом деле все это было иначе все не так было аппаратно все не так было красиво ну я думаю что это можно найти на ю тубе то есть это тема отдельного разговора что до 15 века было модно очень сильно как это назвали сурмить брови лицо таким белым чтобы было мазали чем-то то есть это если вспомнить сказку морозку да там была настенькая морфушка вот морфушка это был идеал красоты в определенных кругах в крестьянской среде там тоже были свои требования что чем например толще выполнение ноги тем женщина воспринималась лучше потому что она может тащить на себе картошку двоих детей как минимум и вообще то есть женщин всегда именно в среде крестьянской среде ценили за то что вот сколько они могут принести детей потому что но это вот как пенсионные накопления у нас сейчас то есть тогда люди работали работали когда уже сил не оставалось естественно пенсии не было кто его кормить кормить дать наблюдеть поэтому чем больше детей и понятно что и уровень жизни был получше объединяли дворы то есть это естественно поэтому ценили женщин за то что она чем больше может родить но я не буду углубляться потому что я говорю это тема довольно длинная единственное что я вот я за модой особо не слежу с большим удивлением что сейчас оказывается мода пошла на такие ободки я ведь и волосы отращивая иногда нашу сейчас виде кокошника но я что чтобы это такое не одела уже по возрасту ну и не знала что оказывается такая мода и на ярмарке мастеров там кто в питере куда ролик я посмотрела там это одна дама надела вот такие всякие кокошники ну в принципе молодой люди сажают молодцы какие у нас люди такие добрые прикармливают голубей а я живу это еще они не все тут тут их забывает еще в три раза больше а я живу на девятом этаже и они потом сидят на козырьке и представляете что они у меня иногда делают стекла то пусть его и мыть я буду сейчас с опозданием размещаю свои ролики напоминаю и всех приветствую что это канал алекс никс бог разговоры на прогулке дома я записала сделала ролик и озвучила стихотворение анна ахматовой жаркие руки под черным вуалю я могу сказать что вообще ахматовая раньше естественно в рамках там вузовской школьной программы что-то мы изучали на более серьезную какую-то лирику там а тут вот честно сказать я нашла створение но это такой вот по-моему на 1911 года я может ошибаюсь и они не литературовед но это что-то из разряда декаданс такой то есть это но она настолько соответствует отношению мужчин и женщин даже в современном мире то есть это же очень была удивлена я на нас только мне вот подошло тем более теперь на пенсии я раньше не воспринимала такую литературу сейчас на пенсии я только легкую литературу читают частности мне стали интересно любовные наши российские романы то есть отношения как это вот все описывается ну есть конечно совсем бездарные есть интересные слог интересный ну и вот частности может быть вот тоже так как я сейчас довольно много их читаю я смогла то есть мало того что свой опыт какой-то естественно жизненный я учитывала и плюс еще что-то я подчеркнула что передать энергетику этого стихотворения вот как ни странно из любовных романов но хотя кстати я почитала про это стихотворение что она была написана она ахматова в тот период уже была замужем за николаем гумилёвым но хотя у них не было особо любви то есть она вышла замуж то что он и я так понимаю очень любил она просто его пожалела и очень уважала но она ему не изменяла то есть а вот это вот стихотворение это вот такая вот иногда женщины которые живут с нелюбимым мужчиной или которые не нашли любимого мужчину они вот живут в неком таком параллельном фантазийном мире вот мне кажется что и вот это стихе она написала это что-то вот из из этого это вот фантазии женские фантазии да о том как женщина расстается с любимым мужчиной причем очень часто женщины сами доведут мужчину до какого-то состояния да там они это воспринимают как шутку уже поздно потому что мужчины очень часто в отличие от женщин принимает решение быстро то есть если женщина будет колебаться то мужчина если вот он все его довели до этого он может принять решение вот сейчас сидим минут на и больше уже не вернуться поэтому молодые и не очень молодые дамы мои девочки надо учитывать да вот это отличие между женщинами мужчинами всегда будьте осторожны это общаетесь со своими любимыми не рубите с плеча не шутите соотношениями тем более сейчас период очень сложный и восприниматься все может видеть то есть можно расстаться из-за ерунды просто накопились какие-то мелочи и люди скрывали что-то солнце сегодня такое не знаешь как стать так что будьте осторожны мои дорогие так как я размещаю с опозданием один уже видеоблог я выложила тебе говорила что я начала изучать социальную сеть но я бы все-таки не назовала теперь у меня что-то сомневаться в этом названии социальная сеть это все-таки не социальная сеть это все-таки для какой-то такой генератор разных материалов с разных точек разных электронных ресурсов этой посты и видео но сначала я не понравилась вроде все заинтересовало что там быстро стали друзья там вступать или лентам как-то стали смотреть вот а потом то есть я посмотрела в плане личных страниц а там называется ленты может быть я не права то есть я продолжу изучать то есть я не сижу прям вот в этой сети прям изучаю знаете как преподаватель то есть я вы когда пользуюсь я делаю определенные выводы поэтому я буду реалистов вспоминать мне кажется что там вот какая-то мертвая зона по крайней мере вот когда в контакте я выкладываю свои материалы я вижу очень большое количество просмотров довольно большое количество то есть видно что люди листают по крайне нравится не нравится в том что другой вопрос но активность видна хотя в к видеть в контакте теперь другая проблема то есть контакте многие когда отключена монетизация была на ютубе ну этот вопрос я тоже изучаю я поняла что все вроде как прикрыли из-за санкций то многие прибежали фирмы многие каналы в видео я вот свои видео тоже стала перетаскивать в контакт там есть раздел в к видео что даже не знаю как вот солнышко ну и теперь конечно в контакте все это грузится очень-очень долго та же проблема до сих пор мне не нравится что происходит на рутубе тогда он у нас сначала там взломали мы сейчас его вернули но все равно то есть как-то все там регистрация довольно сложная в отличие потом загружается как-то все вот очень долго мне вот это не очень радостно поэтому у меня основная площадка это youtube так и остается и плюс я сейчас стала ну для пробу я уже перекинула несколько роликов своих тематических решил осваивать яндекс цен ну во первых там может быть когда то есть определенное количество подписчиков может быть даже какие-то маленькие будут капать но это не сейчас там накапливать говорят очень сложно там это большое количество подписчиков но просмотре мне нравятся цифры просмотров то есть там по моему пушкина мадонна у меня там уже чуть не 400 чем-то просмотр я считаю что это неплохо для начинающего такого то есть я блогер но в то же время какой-то мере я занимаюсь неким дизайном то есть я из фотографий делаю видео клипы поэтому я вот решила сейчас выделить это время именно заняться яндекс цену туда покидать свои тематические ролики видеоблог я не буду туда перетаскивать я пусть он будет на youtube это для тех кого действительно интересует мое творчество ну на youtube сейчас тоже есть определенные сложности мне не нравится что бы ю тубе сейчас я уже слышал об этом что там опять же в связи с ситуацией в мире нас от чего-то там включить ну вообще качество то есть у меня когда я сохраняю даже в хорошем качестве не 4 как мне что у меня там 1080 сколько там не буду врать меня на цифры большая плохая память я в этом небольшой специалист то есть программе который я пользуюсь для создания таких клипов у нас качество тут довольно хорошие когда я только начинал еще месяца два назад свой видеоблог снимала на телефон здравствуйте то в принципе вид на youtube качество было хорошие а вот сейчас то есть я снимаю на тот же телефон стараюсь как-то наоборот что-то совершенствоваться а получается что вот ролики стальки расплывчатые то что-то там на ю тубе с качеством видео стало уже не это конечно не нравится и пожалуй я еще скажу о планах ну во первых по поводу планов я когда озвучивали но я творческий человек вы понимаете что у меня есть желание иногда нет кого-то вдохновение или что-то мне не хватает я не раз говорила что я хочу сделать такую это ряд видео ряд на с картинами константин васильева и наложить какой-то текст более подробно о нем уже своего рода образовательный ресурс и от этой идеи отказалась пока у меня это не получается потому что озвучить большой фрагмент текста не позволяет домашние условия об этом уже говорила поэтому это я пока жила и нечто похожее у меня было я хотела озвучить хотя бы фрагменты писем пушкина к натали гончаровой но тоже пока я не придумала как это будет это не значит что я вам озвучила план что это я забыла я об этом помню ну просто пока я не вижу как это сделать чтобы это было интересно а сейчас у меня возникло такое желание сделать небольшой такой подарок очень близко для меня человека потому что она очень любит книги про рыцари я думаю что она знает про кого идет речь она посмотрит этот видеоблог я хочу сделать его такой клип посвященный на рыцаре ну это вот тоже такие ближайшие планы есть ближайшее время я смогу это реализовать ну а на сегодня наверное все сегодня видите меня будет очень плохо видно солнце я на телефоне не очень умею регулировать дорогие друзья рада была с вами сегодня пообщаться что завтра вполне возможно опять будет дождь я надеюсь что у вас все хорошо вы не расстраивайтесь из-за каких-то сложных ситуаций сейчас и в мире и если вдруг вашей именно семье что-то происходит все равно надо держаться не надо обижать близких на любите друг друга цените друг друга потому что ну вот наша жизнь она такая знаете и без этого столько негатива пусть у вас будет только все позитивно а с вами была ваша алекс никс пока пока